У Газпрома было людно. Сотни журналистов съехались почти со всех регионов страны, а также зарубежья. Самой горячей темой стал контракт с Китаем на поставку российского трубопроводного газа в Поднебесную. 38 миллиардов кубометров газа в год обязуется поставить Газпром Китаю. Источники – Чаэндинское месторождение в Якутии и Ковыткинское в Иркутске. Для вывода голубого топлива построят газотранспортную систему «Сила Сибири», которая протянется по всему Дальнему Востоку. Для строительства первой очереди Чаэндинское месторождение Благовещенск понадобится почти 2 миллиона отечественных труб. Вообще к «Силе Сибири» не будут привлекаться посторонние подрядчики. Алексей Миллер даже акцентировал на этом внимание. Причина – многочисленные домыслы и слухи, в частности по поводу цены контракта, которую «Газпром» не озвучивал. В частности, по нашему мнению, не очень большая цена на газ. По вашему мнению. Во-первых, я хочу сказать, что вы не знаете цены на газ. Поэтому я не знаю, как вы формируете свое мнение. Цена является коммерческой тайной. И я сразу хочу вам сказать, что сегодня я ее, как и в предыдущее время, например, в предыдущих встречах не скажу. И вы ее не узнаете. 600 километров «Силы Сибири» протянется по Амурской области. Помимо этого у нас построят газохимические и газоперерабатывающие заводы. Плюсы для области – налоговое отчисление в бюджет, новые рабочие места и газификация городов и поселков. От востока к югу. В этом направлении начнется еще одна грандиозная стройка. Через транснациональный газопровод «Южный поток» голубое топливо пойдет в Сербию, Хорватию, Болгарию, Венгрию и Италию. Мощным газотранспортным узлом станет Ставрополье, где запланирована своего рода реконструкция существующего узла. Конечно же, если говорить о новом звучании, о новом видении Ставропольского газотранспортного узла, это в первую очередь то, что он становится таким крупным, экспортно-ориентированным распределительным центром. 81 миллиард кубометров к концу 2017 года. Будущий «Южный поток», так же, как и уже существующий «Северный», открывают принципиально новые маршруты поставок российского газа в Европу. Без посредников. Ведь сейчас вопрос о транзитных рисках стоит очень остро. По словам Алексея Миллера, на сегодняшний день проблем с Украиной по транзиту российского газа нет, но это на поверхности. Проблема пока лежит под землей. Проблема заключается в том, что Украина не закачивает в полном объеме газподземные хранилища. Чем это грозит? Это грозит тем, что о так называемом несанкционированном отборе из украинской трубы. Иногда говорят это воровство, иногда какие-то другие слова используют. Мы, по-видимому, можем услышать осенью этого года. Вероятность такого сценария чрезвычайная, велика. Единственный вопрос на пресс-конференции, который не коснулся Китая, Украины и Европы, был о самом председателе правления. Ваш контракт с «Газпромом» заканчивается 31 марта 2016 года. Может ли у вас возникнуть решение о том, чтобы заняться другим видом деятельности? Не верьте никаким вообще слухам. Творчество Высоцкого Владимира Семеновича вам знакомо? Я смотрю по вашему возрасту, да? Да. Помните, да, и словно мухи тут и там ходят, слухи по домам и далее по тексту. На сегодняшний день в «Газпроме» работают почти 460 тысяч человек. По состоянию на 31 декабря 2013 года запасы природного голубого топлива у «Газпрома» больше 35 триллионов кубометров. Их стоимость оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. «Газпром» – это глобальная энергетическая компания, которая с каждым годом завоевывает новые рынки, а также укрепляется на старых. Если судить по прошлому году, то у всех традиционных производителей газа идет значительное снижение объемок поставок в Европу. Единственное, у кого эти объемы поставок растут – это «Газпром». Альтернативы российскому газу на сегодняшний день в мире просто-напросто нет. Марина Евсеева, Василий Бронгин, Альфа-Новости, город Москва.